дорогие друзья угадайте что мы вернулись в лес который я вам показывал в прошлом ролике очень он нам понравился и поэтому в который раз рад вас приветствовать на своем канале сегодня 7 июня два дня уже не идут дожди лес подсох но я думаю есть еще шансы то моя первая находочка мы только-только приехали вон там стоит автомобиль и вот сразу же попадаются грибочки это польский а вот зеленый маховичок видно уже подсыхают они конечно быстро очень резко стало жарко буквально со вчерашнего дня выше 30 градусов поднимается температура днем ночью тепло уже так что пока есть возможность нужно захватить и не упустить этот шанс и так вижу что-то покрупнее уже выглядывает из под иголочек это полячок об посмотрите какой он чистый вроде бы уже и такой не совсем юный но довольно привлекательный а вот например отойдя чуть чуть дальше мы видим следующий гриб который похож на белый а это он и есть так ну ножка червовато сейчас посмотрим дальше червивый к сожалению молодой но червивый ну ничего идемте дальше ну что наконец-таки так тут он не один смотри нет это знаешь это поляки ну держи это твоя находочка и мне попался блестящая головочка ну вот шляпки шляпки годятся это наверно заросли зубровочки говорю максимка не лезь в траву высокую а то тут может сидеть а кто тут может сидеть вот его величество белый ребят да ну он уже старенький максик а может и нет сейчас посмотрим сейчас поглядим так что максик траву только папа будет ходить так он чистейший ё-моё а ну а а как пахнет все берем отличный беляш слава богу поздравил папку а что тебе обидно что я нашел не чтоб за папку порадоваться да и ты находил и ты находил вот примеру еще парочка маслят парочка простых и молодых маслят вот в этой траве густой я нашел белый и нашел вот масленочек но мне интересно то что они не червилые казалось бы в траве комары а это их не личинки уничтожают грибы интересно пошла акация надо бы из нее выбираться сторониться и и одна из подписчиц мне написала что акация вытягивает всю влагу очень быстро из почвы и поэтому гриба мне нравится близ нее расти сейчас покажу вам нечто вы его еще не сорвали вот это класс вот это класс так катюша ты пока чисти я покажу что нашел я чистейший а у меня я его выкрутил вот он меньше как ни странно а уже надо здесь еще смотреть а ты видишь что мы тут все как бы поры то такое так это не белячок как это же по моему или бельчук белячок да так вот я к чему тут все поры то поры то видишь как тут все трактором борозды одни смотрела недавно канал охотник до грибов так что рассказывает автор где идет бровка грибница жена как до метра в глубину расположена белого гриба и может на квадратные метры в сторону расходиться если не на десятки так вот она идет идет чувствует что обрыв начинается и думает ага дела плохи надо начинать размножаться и выбрасывает плодовые тела поэтому мы часто встречаем грибы вот на обрыв чеках на склонах вот на склоне вылезли такие вот красавцы это масленок это ты нашел а белый он рядом торчит это я нашел сейчас посмотрим что с ним масленочек червивый поэтому мы его здесь оставим а что с белячком думаю дела не лучше обстоят хотя хотя раз поглядим посмотрите основная часть ноги находилась в грунте вот почему их не срезают смотрите она чистая вот такой красавчик белячок с такой длинной как у цицкоридзе ногой все таки мы сегодня допустили одну ошибочку которая заставляет меня мучиться мы по грибы сегодня выехали поздно приехали в самый обе самую обеденную жару ничего воды набрали будем терпеть ну место здесь интересное мухоморчики попадаются возможно и белячок это он и есть доставай ух ты он почти лежа был какой-то красивый грибок да красивый а червивый отлично молодец максим иди красоту покажу такие сосенки совсем еще маленький я нашел такой беляк красивый просто загляденье а подожди смотрите показывай вот этот не масленок хороший молодец такой вот беляшек попался правда вот за ногу его взял и чувствую пустая поэтому да только видом своим он меня и порадовал вот так очень большой сейчас посмотрим не думаю что мне может так повезти окажется хорошим вот это вот беляшек и весит так какая ножище ё-моё а ну не хочу проверить ух ты так что он такой чистый неужели мне так повезло ребята блин на пол корзины к так же так плохо почистил я уже растерялась ты исполнялась этих размеров тогда кто-то как увидит это типа таки на кромсала кстати смотри сколько мясо там живет доживает доедает вечно мне попадаются такие да гигантеллы а у тебя красавчики да я заметил действительно как-то смотрю вдаль постоянно они под ноги у меня просто сканер настроен на подосиновики которые прячутся в непролазных джунглях просто так туда лезть не будешь а если узришь издалека то будешь раздирать себе лицо но лезть я еще узрел здесь же хорошо что я сюда вернулся но правда не знаю тут 22 тут два но я в эти я точно не верю ну хотя вот 11 будет нормальный а тут уже конечно его кто-то ел вот зубами вот так тут третий еще спрятался их тут оказывается 3 вот вот друзья рыдаю но оставляю сильно червивые как вот этот я не пойму как он остался цел ну видишь вот вот там ты нашел вот вижу нечто ценное ну давай проверяй крепыш да да похоже хороший хороший ну и что мама нашла мне кажется он это прям лужайка лужайка полячков и зеленых маховичек раз покажу вот полячочки зеленый махович у чечек я таких уже нашел несколько я смотрю что они от отломалась шляпка они любят соседствовать поляками потому как поляки это что же вид маховиков не ну когда из корзины выглядывают такая шляпа вот мне кажется ярчайший красивейший представитель зеленых маховичку бархатная шляпка зеленоватая и такая прям ярко-желтая губочка вот его тут товарищ да хороший и этот и этот деду позднее а думаю что воняет а кто-то убил змею и повесил ее на дереве и и причем это ведь уж был изверги вблизи лесной дорожки вот такое семейство это у нас поляки сразу четверо четыре брата а вот еще один сколько сразу а ну вот один оказался червивый а четверо хороших 5 нашли молодцы вот это вот вот это вот как-то их в этом году вообще так много да так проверим и не червивые чистенькие класс класс очень жарко очень жарко в лесу от как заходишь такой тенечек промашку жить хочется сразу и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы перенеслись из знойного леса на кухню, где приготовили такое божественное блюдо. Это картошечка с белыми, классическая, но не совсем, она пожарена на оливковом масле. Всем пока, жду ваших комментариев и до новых встреч!